Девушки отдыхают О рождённых 21 марта гороскопы говорят. Они эмоционально открыты всему новому, чрезвычайно прямолинейны, способны рождать множество творческих идей и воплощать большинство из них. Не правда ли? Похоже на краткую аннотацию к МартКонтакту. В десятый раз Могилёв принимал этот международный молодёжный театральный форум. И всякий раз начинался он именно 21.03. Год 2015 исключением не стал. Здесь всегда ощущается молодёжность, независимо даже от темы, которая в конкретном спектакле существует. Безбашенность и какое-то, как это называется, неотдавание себе отчёт полное. При этом вера в себя абсолютная. Мне кажется, что молодёжная тематика присутствовала однозначно как в спектаклях классического репертуара, так и в работах по современным авторам. Должен быть всегда 21 век. Классика и современность на 10 марта контакте разделились поровну. В афишах имена такие, что дух захватывает. Шиллер, Брехт, Островский, Франко. И топ классических авторов. Большая тройка. Гоголь, Чехов, Шекспир. Я слышал, часто рискую. Чтоб он не выдал такой невесты. Опять переход, да? Главное, всё проверить на деле. Могилёвский драматический театр представил на форум гоголевскую женизбу с классическим текстом и с абсолютной фантасмагоричностью образов. Актёры выкатывались на сцену на роликовых коньках, играли на саксофоне, ели варёные вкрутую яйца, кололи дрова и представали перед зрителями в невероятных нарядах. Не жидевайте, товарищи! Жените, Бог! Я не скажу. Мы сохранили целиком текст. Вообще не сокращали. Но пытались найти какой-то язык, чтобы имел какие-то созвучия со современным зрителем. И оно прочтено так, как мне кажется, что он может звучать сегодня. Театр 19 из Харькова ставил нашего Гамлета. Да-да, именно нашего. Молодых и дерзких не испугала даже английская пословица. Гамлет – это гора, склоны которой усеяны трупами актёров и режиссёров. Вы знаете, вот в этом «наш» и, наверное, заключено всё понимание и театра нами, и отношения к театру, и к ролям. То есть, может быть, просто в современном мире такое вот это поверье насчёт Гамлета и насчёт Шекспира, может быть, оно несколько преувеличено. Потому что это тоже люди. Они тоже любят, ненавидят, убивают, предают. И за 500 лет ничего не поменялось, по сути дела. Поэтому, если на это смотреть с этой точки зрения, что это такие же люди, как и мы в 21 веке живущие, то, соответственно, и Гамлет, наверное, не так уж и не то чтобы сложно, но это, по крайней мере, можно понять. И это можно сыграть. Классика ведь, оно на то и классика, чтобы она всегда остаётся нужной. И она во все времена очень точно отвечает на все вопросы, и все наши проблемы можно найти в классических произведениях. Так вот, а мы просто для людей 21 века подаём в привычной им атмосфере, что ли, в привычной им обстановке, скорее. Ты должен знать, мой мальчик благородный. Звия. Убийца твоего отца. В его короне. Мы всегда пытаемся соединять некую экспериментальную форму с очень бережным отношением к сути происходящего. Особенно это важно, когда ты имеешь дело с Антономом Павловичем Чеховым, потому что это совершенно безграничный, бездонный мир, в котором ты начинаешь тонуть. Своего Чехова израильский театр Азеро искал не только в слове. Мне надо переодеться. Не могу же я серьёзно говорить, когда я в шубе. Ещё в музыке, хореографии и пантомиме. Поиск, в принципе, одно из ключевых слов Март Контакта. И каждый, кто соприкасается с формом, ищет и находит в нём что-то своё. Если я к классическому театру отношусь так, я его уважаю, но не понимаю, то молодёжный я скорее понимаю, и мне интересно, именно интересно сюда ходить. Каждый спектакль – это праздник. Каждый спектакль – это что-то новенькое, что-то интересное. В каждом спектакле есть своя изюминка. И очень хочется наполнить себя этими изюминками. Меня они постоянно удивляют. Удивляют, прежде всего, не только какими-то такими новшествами, инновациями, но и глубиной. Таким очень своим личностным подходом к истории и психологии человеческих отношений. Активнее всего на 10-м март «Контакте» искали то самое большое и светлое чувство. Большинство спектаклей и фестивальной программы были посвящены любви. Весна, март, любовь. Восторг первого чувства от томления, от первого прикосновения рук. Первая ссора, ревность, разочарование и трагический уход героя. Петербургский театр на Литейном рассказал светлую и грустную историю митиной любви по Ивану Бунину. Эта история, мне кажется, она современная, она созвучная в нашем времени. И всегда есть люди, которые влюбляются в юности и не знают, как с этим жить дальше, ссорятся, ругаются. Но потом, по прошествии времени, они вспоминают о первой любви, как о самом светлом чувстве. Ну, в этот последний счастливый день в Москве. Катя! 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 Бунин писал про чистоту и искренность чувств. А они, как правило, чем искреннее, тем трагичнее оказываются. Ну, так в жизни происходит. Ну, я, в общем-то, в возрасте героя практически. Поэтому, наверное, то, что там происходит, оно и... Всё равно это и у меня в жизни что-то похожее где-то когда-то было. Поэтому находятся какие-то соприкосновения. И может быть, то, что я себе не позволял в некоторых ситуациях, он себе позволяет, например, мой герой. Все люди одинаково счастливы в любви. И каждый в ней несчастен по-своему. Третий лишний. Слова, которые могут не просто ранить. Душераздирающая история «Украденное счастье» по пьесе украинского классика Ивана Франко. И жёсткий взгляд современного режиссёра на человеческую жестокость. И вот этот вот, ну, такой исследовательский неравнодушный взгляд, мне кажется, он просто современный. Да, вот когда мы смотрим на человека, мы и сострадаем ему, и мы ужасаемся, в общем, этой человеческой природой часто. Я стану всему вернуть. Выклилась, я стану всему вернуть. О любви можно говорить бесконечно. И рассказывать о ней можно без слов. Наверное, поэтому пластический спектакль немецкого театра «Нему», который, кстати, срежиссировала белорусская Екатерина Аверкова, так впечатлил зрителей. На классику идти не хотелось, всё понятно. А здесь интересно, что могут показать, что покажут без слов. И взаимоотношения мужчин и женщин. Извечная проблема? У меня шли мурашки по коже. Театр – это не только слова, не только эмоции, выраженные в словах. Но, естественно, это эмоции, выраженные в лицах, в телах. О лице и телах актёров рассказали старую, как мир, историю о любви и привычке. Ну, вообще-то очень важно, если люди задумываются в любом возрасте. Об этом в молодом это тем более важно и очень хорошо. Для того, чтобы обдуманно совершать поступки или не совершать. Атаково на Мартконтакте ещё не было. Чтобы главные роли исполняли руки актёров. А в некоторых сценах даже ноги. В каждом жесте, в каждой пластической зарисовке своя драматургия, своя маленькая история. Оказывается, руки могут многое рассказать. Руками, наверное, может быть и проще сказать о каких-то вещах, потому что это образнее и, может быть, глубже можно раскрыть какую-то тему, нежели словами. Скажите, вот для вас любимая тема, которую вы раскрываете руками? Любовь. Тема времени. Мне кажется, что всё-таки любовь. Хорошо, любовь. Вот сейчас, прямо экспромтом, покажите нам любовь руками. Вот, для зрителя. Любовь руками? Что, пожалуйста, да? Да. Пьёте. Посмотрите в кадре. А где она? Главным экспериментом 10 Мартконтакта стало отсутствие конкурсной программы. Хотя, мимо внимания театральных критиков, фестиваль, конечно, не прошёл. Да, фестиваль очень понравился. Фестиваль, где соединяется вот молодое течение, молодой театр с традиционным театром, с классикой, да. Современная драматургия соединяется с классикой. Это всегда на пересечении, на столкновении всегда получается что-то интересное. Если изюминкой считать высокий художественный уровень фестиваля, то и сохранил, и приумножил. Если говорить о том, сохранился ли он как международный молодёжный форум, уверена, что да. Тут слово то самое, которое нам нужно, не молодёжный, а актуальный. Актуальный он будет актуальный всегда, ну в смысле, в данный момент для всех. А молодёжный, что значит молодёжный? Что значит молодёжный? То, что смотрит молодёжь, хороший спектакль будут смотреть все. И тем не менее жюри на фестивале было, молодёжное. Вот так по-простому, прямо на полу в споре рождалась истина. Вот есть такая уникальная вещь, как точное попадание в нас. И нет никаких сомнений, нам уже не надо разбирать этот спектакль. Мы его, если он нам понравился, вот во всём. Это гран-при от нас. На этот раз самым метким оказался центр Пселода Мирхольда из Москвы. Гран-при взяла 45-минутная постановка с оптимистичным названием «Однажды все мы будем счастливы». Две актрисы на сцене, отсутствие декораций музыкального сопровождения. Но сам текст, сотканный из ритма, звука и света, превращает слова в сакральное действие. А ведь история на самом деле так проста. Школьница, которой кажется, что она никому не нужна, просто хочет быть счастливой. Стою и куплю себе новые сандалии. И так я три дня ходила гулять босиком. И девки надо мной смеялись. И я заболела. И мама купила мне новые сандалии. Девочка, что она желает быть любимой и желает любить, совершенно не может в этом разобраться. Ну, круто, что вообще по импульсу она хотя бы пытается это сделать. И это, наверное, общее. Ну, какое-то все равно у нее есть желание. Все равно она жива, мне кажется, эта девочка, не совсем мертвая. Как-то в раз все хорошо, все стало в жизни. Как-то налаживаться стало. Однажды, девочки. Однажды, девочки. Мы все будем счастливы. Все будем счастливы. И с косметикой без. Мы очень честно стараемся сказать это. Но, конечно, мы верим в эту фразу. Иначе мы, наверное, не говорим. Мне кажется, не однажды, а уже сейчас. Это можно сейчас в любой момент почувствовать, в принципе. За счастье. Десятый март «Контакт» уже история. Глубокая, яркая, немного дерзкая история, которая обязательно продолжится в следующем году. АПЛОДИСМЕНТЫ